Продолжаю тестировать недавно приобретенную мною на Алиэкспресс недорогой Wi-Fi усилитель Repeater-точка доступа. Ранее мною было выпущено два видео посвященных данному девайсу. Обзорная плюс первичная настройка и тестирование прибора в режиме усилителя-репитера. Но данное устройство может работать по кабелю в режиме AP или по-русски говоря Wi-Fi точки. Место установки дополнительной точки в нашей лаборатории-квартире выбрал по результатам тестов и подтвердил на сайте D-Link с помощью программы Wi-Fi планировщика. Обзор последний также присутствует на моем канале. Настройка точки проста. Заходим по веб-интерфейсу. Если точка получает его по DHCP, то придется поискать его по имени хоста на главном маршрутизаторе. Вводим логин, пароль маршрутизатора. Нажимаем на кнопку AP, расположенную на главной странице. Далее появляется меню с тремя полями ввода. Вводим название сети, выбор канала, ручной или авто, оставил авто и выбор ключей шифрования. Чем ниже в выпадающем списке, тем лучше. Выбираю WPA2PSK. Вы выбираете тот, который поддерживает ваши терминалы, телефоны, ноутбуки и тому подобное устройство. Появляется четвертое окно ввода пароля. Пароль лучше никому не говорить. На моем канале есть несколько фильмов по проблемам с соседями и падение скорости Wi-Fi по причине воровства пароля. Поэтому будьте осторожнее. После перезагрузки главное меню практически не изменится. За исключением одного места в формочке статус появится слово клиенты и число, обозначающее количество подключенных клиентов. Если подключить к точке свои гаджеты, то число увеличивается. Если кликнуть на число, то видим MAC-адреса, протокол подключения, количество трафика, скорость в эфире на канале и время подключения. Ура! В режиме репетера радиоусилителя мы ничего о параметрах подключенных устройств не видели. Мы судили о работе устройств только с помощью сигнала на индикаторе подключенных устройств. Но также появились и минусы. Сеть перестала быть бесшовной. Теперь в квартире вещаются по факту две разные сети и приходится вручную переключаться между ними. Жизнь совершенства, подумал я. И решил в ближайшее время протестировать две тарелки Ubiquiki AP и AP PRO в режиме бесшовной сети. Ждите выпуск, думаю будут интересные результаты. А теперь о результатах сегодняшнего тестирования. Мы тестировали уже знакомыми тремя устройствами планшетом, телефоном и ноутбуком. Результаты тестирования на финальной таблице отмечены синим маркером. Телефон у меня за три года вообще-то испортился. Похоже надо покупать новое. 57 место со средней скоростью 22 мегабита или 11 процентов от лучшего результата. Причем прошлый тест в режиме репитера абсолютно на такой же скорости, выделенный зеленым маркером. Думаю, что за последние три года телефон несколько раз обновился и уже не очень справляется с новым программным обеспечением и стал подтормаживать. А скорость измеряется процессорной системой. Если она тормозит, то якобы скорость тоже падает. Хотя это не одно и то же, но на самом деле пользователю все равно. Другая причина может быть уже в подсевшем аккумуляторе и включенном режиме экономии питания. Это, кстати, идея. В следующем тесте протестирую телефон с активированным режимом максимальной производительности. Привет Apple с режимом экономии аккумулятора. Да, что у нас с тестированием планшет Apple? 35 место с 48 мегабитами в секунду. Не догнал режим репитера и очень сильно. Кстати, у планшета, фиксируя от теста к тесту, сильный завал скорости в направлении от планшета. Похоже, планшет тоже испортился. Вы спросите меня, зачем я предлагаю вам результаты с не очень хороших эталонных устройств? Отвечу. Смысл моих тестирований в том, чтобы показать, как на самом деле работает Wi-Fi у пользователей, а не рекламные стерильные тесты в лаборатории без помех в эфире. Последний тест проводился ноутбуком. И результаты очень близки к планшету. 33 место с 44 мегабитами по средней скорости. Выводы следующие. Китайский недорогой Wi-Fi репитер в режиме точки показывает не очень хорошие результаты. Но в принципе, если вы не привередливый пользователь, просто серфите в интернете и смотрите ролики в стриме, вам такое устройство подойдет. Как в режиме репитера, так и в режиме роутера. Но если вы балуете с торрентами на ноутбуке, то вам такое решение не подойдет. А которое подойдет, я еще не тестировал. Если вы хотите, чтобы мои исследования в области работы устройств Wi-Fi стали доступными большему кругу зрителей, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Рейтинг видео зависит не только от количества просмотров. Таковы правила YouTube. Спасибо вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!